Приветствую! Дмитрий пишет. В этом году провел обрекусство сливу, так как окошки купил только в прошлом году. Вопрос такой, если брать реки из привитого на слива абрикоса, и привать на подбой из косточек абрикоса, сохранятся эти первоначальные свойства сорта абрикоса. И сохранятся, и не сохранятся. Скорее всего, сохранятся. Скорее всего. Но гарантии дать нельзя. Именно вот ваш вопрос непростой. Это значит, что вы уже глубоко погрузились в тему. И так же идете чудо. Давайте, Дмитрий, вместе создать чудо. Можно было бы брать черенки абрикоса и снова на сливу, но вы пошли другим путем. Как Владимир Ильич Ленин посмотрел, что получится. Держите в курсе. Бухтияров. Работает ли сейчас ваша банковская карта? Потому что они сейчас переводы не идут в Россию. Ну, карты мои работают. Вот. А то, что вы хотите, видимо, прислать деньги. Так? Вот. Ну, если вы мне напишите просто письмо, я вам пишу там номера двух карт. Пробуйте. Сейчас как-то они по-другому стали делать. Заходишь в банк, и они берут и отправляют, допустим, на мою карту сразу. Не то, что вот в банк. Отправляют в банк об России. Там какую-то золотую корону, еще чего-то. Еще какую-то там. Идешь туда, отзываешь время, вот попадаешь в очередь, и тебе дают твои деньги. Но ходим в банк, и они тут же отправляют деньги прямо, она попадает через несколько минут на мою карту. Да вот. А переводы почтовые? Я не знаю. Я знаю, что отменяли переводы. На Украине я не могу помочь своим родственникам. Уже кое-кто в эмиграцию подался. Обидно, страшно. Я знаю, что я больше никогда не увижу свою сестру в этой жизни. А вот она уже в Польше с семьей. Вот она уже собирается в Германию. Страшная трагедия. Страшная. Вот. Она всех нас коснулась. Вот. Всем доброго вечера суток, пишет Александр. Обратил внимание, покупай в интернете на сайте питомника. Около, что приехать в питомник нельзя. Но доставка не проблема в любую область. То есть, приехать туда нельзя. Действительно, нельзя, потому что они вам не могут показать сад. И можно сказать, на река и нет просто. Это, вероятно, 99%. А если все-таки питомник есть, то в нем почему-то нет сада. Вот здесь появился еще новый термин – доращивание. Выпишут откуда-то. Вот. Часть продуктов, часть натыкает себе, чтобы сохранить до следующего года. Это название доращивание. Так. наоборот. Тем более, вы говорите про абрикосы. Чуть-чуть их загублены. Чуть-чуть лишняя влага, а у них как это основание. Я вам показывал сегодня на вебинаре. В неделе всего яблони сгнило основание штамба. Чуть-чуть говорить про абрикосы. Возможно, я никогда и не проснулся. А ваша задача ждать? Даня. Как вырастить? Азимина на Урале. Юпседовская область. Сегна. Буду брать-то вообще. Спросите, что-нибудь полегче. Я не знаю, что такое азимина. Я очень русский специалист. Помните, как сказал Кальмон Крутков? Специалист подобран клюшу. Вот это как клюш. Но я не стесняюсь того, что я не знаю, что произойдет. Взять и поймете в топсе. Если речь идет о растениях. Как уставники или, допустим, древовидном. Все же. Только по сливам. Вот все, что могу сказать. Коллега сельско-долго снимает облудшую ленту с седних прививок. Прививка в день в конце апреля. Снимайте в июле. Но перед этим, как вся лица крепите прививку. Если она скелетная, подвяжите к другим веткам. Если она с нуля от земли прошла. Тогда пару коллег капитально забейте. Обмотайте саженец. Но не жестко. Жестко тоже плохо. И снимайте ленту в июле. Может и, допустим, в начале июля. В середине июля. В середине июля. Ольга. В середине июля. Если яблоньки из семян не прививать на сибирку. Они будут менее морозостойкие. Тебе надо обязательно на сибирку прививать. Желательно. Понимаете. Яблоньи из семян. Они уже мои. Именно яблоньи из семян. Если брать не с сибиркой. Если с сибиркой сразу. Даже не садить. Если посадили. Вырастили. Вырастили. Все равно толку не будет. Тем более чем менее. А что касается моих. Они пережили прививки на сибирке. О которых вы вспоминаете. У них уже гены сибирок внутри имеются. Поэтому они более морозостойкие. А так как еще можно частично укрывать снегом. Они не боятся снега. И не выплевают. Как те же эти. Выплевают абрикосы, груши. Даже персики частично выплевают. Значит попробуйте их. Если будете брать семена культурных. Моих. Я бы. Потом. Даже делайте кустовидную форму. Не обязательно стелющуюся. Именно кустовидную. Вовремя отрезайте центральный проводник. Полусопышный куст. Половина под снегом. Вот. Однажды. Когда с минус пятьдесят. Сейчас у нас снегом замерзнет. А то что под снегом вылезет. Закончится зима. И быстро восстановит крону. Так что. Это. Но желательно конечно. Если начинать. По серьезному сатрости. То надо обязательно на Сибирку привить. Иван Мошкин. Добрый. В Геленбург на связи. На село света. Все жду прививки. Они что не сходят да? Свиньи. Всем привет. Вам тоже привет. Это вы мне фотографии прислали. Несколько дней назад. Вот. Вот. Арханик. Словы завалены снегом. По-моему. Ой. Ольга. У абрикосов. Семьцева. Тоже пятьдесят на пятьдесят. А что такое пятьдесят на пятьдесят. Так. Это если вы. Или вы про. Схожесть. Или вы про качество плодов. Или сколько дойдет до плодношения. У меня не понятен до конца вопрос. Читаем ниже. Из косточек абрикосов. Просли серапимба. Левицкий. Рыжий. Ух ты. Мажорский абрикос. Еще неделю не пропил. Если будет не на что. В прошлом году. Я уже говорил об этом. Никогда не скрывай неудачи. Это было. Надо же так. В прошлом году. Все было сделано правильно. Но какие-то связи с небом были нарушены. Слева не проснулись. Абрикосы проснулись. В этом году все сплошь проснулось. Вот так вот. В этом позже взяли от этого. И отсидели. Так что будем ждать когда. Мажорский абрикос проснется на следующий год. Вот. А Серафимба и Левицкий Рыжий. Я надеюсь что вы живете там где для них. Морозы не так существенны. Надеюсь что вы не в Сибири живете. А в Европе. У вас. Те что поросли. Создадут как красный сад. Ну что друзья. Все. Заканчиваем. Больше никто ничего не пишет. Мы с вами уложили два с половиной часа. Это неплохо. Сейчас я посмотрю. Щук. Чуть фамилии тут. Вот. Вот. Многих из вас я знаю. Уже. Как своих друзей. Вот. Попадаются незнакомые в фамилии. Значит нашего полку прибыло. Вот так вот. Ну что. Мы с вами будем прощаться. Жаль. Конечно. Ну. Я себя ограничил во времени. А потому что. Знаете. Что было бы. Это вот мы. От сегодняшнего. Два. Три. Пятую часть. Что. Я рассказал от того. Что здесь есть. Вот. И. Много чего еще бы я вам рассказал. Но. Наше время истекло. До свидания друзья. Я начинаю прощаться с вами. Значит. Что мы имеем. Хорошо мы. Практически получается. За пол цены. Те кто сейчас вложится в издание книги. Мы даже не можем собрать денег пока. Все труднее и труднее. В стране дела. Она и на нас отражается. Вот. Вот. Значит. Еще расскажу. Напоследок. Если кто-то. Мне надо дожить до следующего рожая. Если кто-то пришлет. Допустим. 500 или 1000 рублей. В счет будущего заказа. Кто уверен. Что заказ. Заказ такой состоится. То есть. Будет заказ. Ну. Я наверное. Не тот резкий случай. Когда мне доверяют все свои деньги. И. Мне можно верить. Поэтому. Я прошу вас. Еще раз. Телефон. 8. 960. 776. 8672. Я не с протянутой рукой. Это под будущий заказ. Можете писать. 500 или 1000 рублей. Вот. Очень хочется. Можете. Вот такие. Эти. Фильмы оплачивать. Чтобы я мог расплатиться с теми. Кто делает. Из этих. Из моих. Червяков. Конфетку. Это тоже работа. Уважаемая работа. Вот. 100 рублей. 50 рублей. 200 рублей. 8. 960. 776. 8672. Ну. Не обязательно. Я рад и тем, у кого у меня денег на все это. Это наш уровень. Вот. До свидания, друзья. Я отключаюсь. До свидания, друзья. Я отключаюсь.